МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажу о некоторых передачах, которые предлагает зрителям наш телеканал в течение следующей недели. И познакомлюсь с другой полезной информацией. Не переключайтесь. Для начала немного о погоде. Синоптики прогнозируют, что октябрь в этом году будет теплее обычного. Средняя температура воздуха в этом месяце ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. За весь период метеонаблюдений в Беларуси самый теплый в большинстве случаев была первая декада. Примерно один раз в 5 лет, вторая и только раз в 30 лет третья. Среднемесячная температура воздуха в октябре от 6 до 8 градусов. В прошлом столетии самым холодным был октябрь 46, 51, 76 и 92 годов. Самым теплым октябрь 1967, а также 2008 и 2019 годов. Абсолютный минимум почти минус 20 градусов был зафиксирован в ночь на 31 октября 66 года в Витебской области. Абсолютный максимум зарегистрировали днем 7 октября в 1893 году в Мозырском районе. Почти плюс 28 градусов. Во второй и третьей декады месяца иногда выпадает первый снег, но он обычно тает, если не приходит ранняя зима. В октябре в течение примерно двух недель могут быть туманы, а вот грозы – явление редкое. Но в конце месяца стоит ожидать гололед и изморозь. А теперь о погоде на территории Гомельской области. Сегодня прогнозируется переменная облачность и дождь. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. В Техническом университете имени Сухого открыли учебные лаборатории, метрологии и специальных измерений в промышленной электронике. В ней представлены приборы учета энергии и передачи данных по проводным и беспроводным линиям. Они вписываются в концепцию умного дома. В дальнейшем оборудование лаборатории планируют обновлять по мере появления в производстве новых продуктов. В Дворце Румянцевых и Паскевичей начала работу выставка современной живописи «Стоп-кадр». Художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его «Стоп-кадр». Организаторы выставки уверены, что встречи зрителей с деревянной архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Гомеля, которые представлены в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите. Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» фильм «Список контактов». Главный герой кинокартины Джонатан не чувствует, что живет. У него нет девушки, нет семьи и друзей. Им движет только карьера. Однажды, засидевшись в офисе, он знакомится с харизматичным и бойким молодым адвокатом. Они быстро находят общий язык и оказываются в ночном клубе, где Джонатан ознакомит с женщиной, о которой он и не смел мечтать. Так у него и появляется все, то, чего так он хотел. Но вдруг становится понятно, что адвокат далеко не безгрешен, его вмешательство в судьбу Джонатана не бескорыстно. Узнать о том, каким было развитие событий, можно сегодня в половине первого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это передача, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» завтра в 11.55. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители и управление комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19.20. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи только по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. И первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал во вторник в 19.30. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» по будням. В сегодняшнем выпуске в рубрике «Есть вопрос» адвокат Екатерина Плотникова расскажет об определении долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с государственной поддержкой. Данный вопрос очень часто возникает, когда супруги желают разделить совместно нажитое имущество, приобретенное в браке. Как правило, недвижимое имущество, коим является жилое помещение, подлежит разделу между супругами в равных долях. Это общее правило, которое закреплено Кодексом о браке и семье. Зачастую, приобретая жилое помещение, супруги в период брака оформляют льготный кредит, либо зачастую выдается льготному кредиту также еще и безвозмездная субсидия на возведение строительства жилого помещения. В данной ситуации сохраняется также общее правило равенства долей между супругами, и в случае раздела такого жилого помещения доли супругов будут признаваться равными, если речь идет просто о приобретении жилого помещения с привлечением льготного кредита. Иное правило, иной порядок может действовать в том случае, если на приобретение жилого помещения также была выделена безвозмездная субсидия. В данной ситуации во внимание необходимо принимать также весь состав семьи, на которых была начислена данная безвозмездная субсидия. Нормы постановления Пленума Верховного Суда говорят нам о том, что для того, чтобы определить долю в праве собственности на жилое помещение, которое было приобретено с привлечением безвозмездной субсидии, необходимо принимать внимание всех членов семьи, с учетом которых была начислена данная субсидия, которые имеют право также обратиться для определения их доли в данном жилом помещении. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать долю в жилом помещении, на которую была выделена безвозмездная субсидия, нужно знать фактическую стоимость строительства жилого помещения, размер льготного кредита, размер собственных средств, которые были вложены в строительство либо приобретение жилого помещения, а также непосредственно сам размер безвозмездной субсидии. Это был Утренний Фрэш. Хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих вас людей. Увидимся в понедельник. Оставайтесь на телеканале Беларусь 4 Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова